Здравствуйте, друзья! Вышла, наконец, книга, которую я долго ожидал. Это перевод замечательного труда немецкого автора Эриха Рудольфа Йенша. Называется «Контр тип». Вот такая толстенная книга. Даже два ряда удалось записать на немецком и на русском. Эта книга полностью подготовлена в этом году, в отличие от многих других книг, которые пишутся когда-то, а в конце концов доходят до публикации через значительное время. Эта книга полностью переведена в этом году. Еще раз покажу здесь изображение из, по-моему, Марокканского археологического музея. И вот я увидел там такое интересное изображение, где Тесей и Минотавр. Но Минотавр не в виде быка, а в виде человека. Человека только с рогами. И вот борьба двух типов. Типа и контртипа. Так вот символически это все оформлено. На обратной стороне здесь есть несколько цитат. Одна из цитат относится к Филиппу Ленарду, Нобелевскому лауреату по физике, на которого ссылается автор, хотя речь, конечно, идет не о физике. А вот о чем идет речь. Филипп Ленард говорит, и на это как на лозунг ссылается автор, речь всегда идет об истине. Речь всегда идет об истине. И сам Йенш пишет, мерилом каждого нашего шага должна быть только объективная истина, только дело. И далее еще одна цитата. Уникальная тяжесть и серьезность нашей интеллектуальной битвы заключается в том, что в отличие от других битв она должна вестись на изолированных, одиноких аванпостах, без поддерживающей линии фронта, против мощных идейных структур и привычек мышления целого столетия. Давайте объединимся, товарищи, образуем сплошную линию фронта и победа будет обеспечена. То, с чем мы боремся, некоторые из нас в великом одиночестве и часто почти не осознавая присутствие наших соратников, это, по сути дела, один и тот же дух, только в разных ликах и проявлениях. Можно сказать, что эта цитата прямо подходит под наше время. Мы тоже бьемся каждый в одиночку, не объединимся во фронт, не получим победы. Победы, конечно, над силами зла, которые стремятся к уничтожению нашего народа и вообще всей христианской цивилизации. Мы уже подошли к этой грани. Уникальность этой книги в том, что она была практически забыта. И вот она издана вот так вот на прекрасной бумаге, крупным шрифтом, гораздо лучше, чем она была издана впервые в 1938 году. В порядке деноцификации эту книгу и автора, и многих других авторов просто выбросили, как говорится, выплеснули с водой и ребенка, грязной водой. Помыли ребенка в корыте, да, и коры там вместе с ребенком и выплеснули. Вот примерно так народная пословица говорит о том, что действия предприняты какие-то неадекватные. Вот о чем книга. Книга посвящена культурно-психологической типологии, имеющей решающее значение в распознавании негативных тенденций в развитии личности и общества. Поднятые автором темы, несмотря на давность первой публикации, остаются предельно актуальными для наших времен. Они опираются на фундаментальные основы классической философии, психологические исследования автора и практику лечения психических и инфекционных болезней. Книга доступна пониманию думающих людей, а также представляет интерес для врачей, психотерапевтов, психиатров и инфекционистов. И в конце здесь такое, я бы сказал, несколько провокационное, не все заметят, не все сразу заглянут на последнюю страницу, здесь написано. Прочитавший и осмысливший эту книгу в 21 веке, может считать себя причисленным к особому интеллектуальному слою, приобщившемуся к пониманию эпохи и скрытых механизмов борьбы между жизнью и нежитью. Книга многоплановая, и ее нельзя просто так вот полистать и поставить на полку. Ее надо читать и над ней надо думать, в том числе и тем врачам, которые занимаются душевными болезнями. Душевные болезни есть практически у всех, может быть не болезни, но какие-то нестроения точно есть у всех. И поэтому эта книга полезна каждому, потому что каждый может заметить в себе проявление этого самого контртипа, о котором пишет Йенш. Почему его типология является приоритетной для нас, по крайней мере мы должны это понимать. Потому что эта типология связана с социумом, связана с окружением человека. В отличие от юнговских типов, которые хорошо известны, это индивидуальные психологические типы. А здесь типология связана с тем, как себя позиционирует человек в отношении к обществу. Это интегрированный тип или разлагающийся тип. Вот две ветви, которые в разной степени проявляются. Есть разные группы, которые сгущаются в один тип, в другой тип. А промежуточные варианты сильно ослаблены, хотя тоже встречаются в смеси и так далее. Но, по крайней мере, есть чистые проявления, которые говорят о том, что исследования автора были совершенно верны. То есть это практические исследования, это не просто умствование, чем занимаются очень многие сейчас. То есть такое отвлеченное философствование. Нет, это философствование связано с практикой. То есть это не просто врач, профессионал. Это не просто экспериментатор. Экспериментальная психология является основой его деятельности. Но еще и философ, который хорошо знает и отталкивается от классической немецкой философии. Поэтому здесь соединено все. Но есть и признаки того времени, в которое все это писалось. Как и любое время оставляет отпечаток на любом авторе, если он совсем уж не превращается в затворника, который не смотрит в окно. Но, собственно, такие философы вряд ли или очень редко оставляют что-то позитивное для следующих поколений. Да, эти строки, которые мы не сочли возможным выбрасывать, несколько отталкивают. И те, кто будет читать, просто должны мысли на эти строчки. Их очень немного здесь, отнесенных ко времени. 1938 год. Понятно, что происходило в Германии. Эти строчки никак не связаны с содержанием. Вы их просто мысленно выключаете. Мы их не выключали, потому что не считаем себя цензорами и выступаем против цензуры. Цензура может быть только нравственная. То есть, если проповедуется что-то аморальное. Вот тогда, да, тогда должно подключаться уголовное право. Если же речь идет о мировоззрении, даже если это мировоззрение, которое вам совершенно чуждо, никакой, конечно, цензуры быть не должно, не может. Хотя и введена эта цензура, сейчас у нас введена Роскомнадзор, за всем надзирает. И уже количество запрещенной литературы запредельно. Уже многие тысячи, многие тысячи книг. И дальше все это будет усиливаться. И усиливаться до тех пор, пока жив этот мерзостный режим, который нам все запрещает. Но для того, чтобы понять, во что превращаются люди в этом режиме, в условиях этого режима, во что мы сами не должны превращаться, вот эта книга «Контртип». Книга на длительное чтение, на длительное осознание. Вы можете в чем-то не согласиться с автором, но здесь есть экспериментальные данные, против которых не попрешь. Это не фальсификации нынешних времен. Не принято было в те времена подтасовывать цифры и выдавать непроведенные исследования за проведенные. Все цифры подлинные, в этом сомневаться не стоит, потому что это не индивидуальная работа, это большая коллективная работа, это взаимодействие различных институтов, которые взаимно подкрепляют или опровергают друг друга. Здесь масса ссылок литературных. То есть это был общий поток научной деятельности, начавшийся еще в начале XX века. Поэтому все, что здесь написано, мысли автора вы можете оспаривать, но результаты его экспериментальной деятельности вы можете оспорить только своим собственным экспериментом. Но, соответственно, это дело профессионалов. А мы должны отталкиваться от того, что здесь написано. Эту книгу вы пока что можете получить только у меня, обратившись ко мне по электронной почте, которая будет там вот внизу в комментариях, в моем личном комментарии к этому видеоролику. Всегда там есть ссылки, под каждым роликом все это есть. По электронной почте мне напишите, и по почте я эту книгу распространяю. Тираж сразу скажу, очень маленький, разойдется он, я не сомневаюсь, быстро. Хотя книжка не дешевая. Она не дороже тех книг, которые находятся в книжном магазине, но и там они дорогие. Эта книга выпущена с особой любовью. Все, что касается перевода, оформления, все это вам достается бесплатно. То есть мы продаем эту книгу только таким образом, чтобы покрыть расходы и получить средства на следующую книгу, чтобы ее снова можно было выпустить. То, что останется там, скажем, у меня, как у человека, который выпустил эту книгу, настолько незначительно, что, ну вот, скажем, в этом году у меня уже вышло, семь книг и восьмая книга выйдет. По совокупности того, что я от всего этого получу, я не смогу прожить и года, даже, может быть, и месяца не смог бы прожить на эти средства. То есть это чистая благотворительность. То, что я не распроиздаю это задаром, только потому, чтобы не остаться ни с чем и не получить ситуацию, в которой я уже не могу выпускать книги, потому что средства закончились. В этом году вместе с этой книгой со скидками вы можете получить то, что издано уже, и то, что можно получить у меня, или поискать, может быть, в Озоне кто-то продает. Вот книжка «Антисвятоний» по древнеримской истории, подлинной биографии, без того вранья, которое накопилось, подлинной биографии императоров, без того вранья, которое накопилось и началось еще тогда, в римские времена, политическая конкуренция предполагала клевету. Вся клевета тут убрана. Вспомним Родину. Ну, тот, кто помнит Родину, тот понимает, что 20-летний юбилей состоялся. Вот первый год деятельности фракции Родина в Государственной Думе. Это интересный опыт, это единственный опыт присутствия людей с русским мировоззрением в Государственной Думе. Не до того подобного не было, не после того этого не было. Это был единственный случай. И вот сравнение с тем, что предлагалось тогда, прямо вот в текущем времени, практически дневниковые записи, и тем, что есть сейчас. Вот 20-летний юбилей. Мои комментарии к записям 20-летней давности. Это интересно, наверное, тем, кто в целом интересуется политикой и русским движением. Самая свежая книжка, все эти книжки 24-го года, они все свежие, но вот самая из тех, которые изданы до контртипа, вот перед этим вышла книга «Век лжи». Пока тоже вы можете ее заказать только у меня. Это книга о фальсификациях истории 20-го века. Не целиком все фальсификации, а только те, которые либо наиболее яркие, наиболее подлые, либо те, которые попались мне на глаза, и которые необходимо разоблачить как фальсификации, чтобы люди не жили во лжи, как они продолжают жить до сих пор, предполагая то, чего во время войны не было или было совсем по-другому. И книги, которые можно заказать тоже на «Зоне», в других электронных магазинах, которые выпущены издательством «Книжный мир». Книжка «Битва за Украину» это очерки первого года войны. Все, что нужно было сказать, тогда было сказано, повторяться смысла нет, ничего с тех пор не изменилось. Как было все, как было, так и осталось. Просто в первый год все было яснее, откровеннее, труднее было скрыть, и меньше пропаганда промыла мозги людям. И все было более понятным. Для того, чтобы понять то, что происходит сейчас, надо понять и то, что происходило вначале, с чего все это начиналось. И начиналось не столько на фронте, сколько в тылу. То есть я же не фронтовой корреспондент. Я смотрел на реакцию публики, реакцию общества, реакцию самой власти, которая все это затеяла. Вот об этом эта книга. Дальше книга, которая вышла «Неизвестный нацизм». В данном случае это «Идеология пропаганды. Озерные плевелы». И готовится. Вот-вот выйдет книжка, второй том в этой серии, посвященный Гитлеру и Розенбергу. Различию в их взглядах, ну и, естественно, сходству и различию. Что такое на самом деле было мировоззрение лидеров нацистской Германии. Об этом, уверяю, вы ничего не знаете и нигде больше не прочтете, потому что, кроме пропагандистских публикаций, ничего другого в освещении этой темы не было. Вот, соответственно, эту книжку в издательстве «Книжный мир» вы можете заказать. Или в самом издательстве по поисковику найдете «Книжный мир», там найдете по фамилии или по названию, разберетесь. Еще одна книжка, которая вышла в прошлом году, совместная книжка с Борисом Виноградовым, мы выпустили. Это тоже такая книжка непростая и для медленного и задумчивого чтения. «Россия-2024» «Выбор судьбы». В этом году, можно сказать, мы судьбу выбираем или уже выбрали. В конце года посмотрим. Мы показали, в какую сторону развивается судьба, если мы не выбираем ничего, если выбирают за нас. Вот выбирают за нас то, что сейчас мы имеем. Я думаю, что здравые люди понимают, что это путь гибели. Путь гибели, причем достаточно быстрой, скорой и постыдно-позорной и несчастной. Несчастной судьбы для всех и позора для государства, нации и, в общем-то, исторической памяти, в которой Россия совсем была другой в сравнении с тем, чем является нынешняя Российская Федерация, которая скорее анти-Россия, чем Россия. Пожелаю вам заинтересованного чтения, вопросов, которые задаются самим себе, вопросы вы можете также задавать и мне, здесь, под видеороликом, или когда вы будете читать книгу по электронной почте, или где-то в ВКонтакте, где у меня есть свой аккаунт, или в Бусти, куда вы можете прийти, записаться, там проблемы. Для того, чтобы вступить в диалог, самое чистое, кстати, место, которое было организовано, это Бусти, там, в общем, вот этой всей сволочи, которая бродит по сепям интернета, и всяких там ботов, которые пишут гадости, нет. И это очень удобно, я очень рад, что я на этом ресурсе присутствую. Ну, дальнейшее, посмотрим, как мы дальше будем развиваться. В этом году, конечно, аномально большое количество книг дошло до кондиции и превратилось в издание, которое вы можете приобрести. Я надеюсь, что в следующие годы, ну, по крайней мере, по одной, две, три книги я буду выпускать. И надеюсь, что читатель не оставит меня и будет возможность обсуждать с ним различные темы, которые я поднимаю в переводных книжках или в книгах собственного сочинения. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!